Я читаю первую книгу Царств, главу вторую. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает. Господь умершвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посажаясь фельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых Своих Он бледет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего. И пошел Елкана в раму, в дом свой, а отрока стал сослужить Господу при Илии священники. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варенья мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали туг, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». А если кто говорил ему, «Пусть сожгут прежде туг, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил, «Нет, теперь же дай, а если нет, то силу и возьму». И грех этих молодых людей был очень велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Ильи Елкану и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Ильи же был очень стар. И слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скиню и собрание. И сказал им, «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень». Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, «Так, говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтоб носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев? Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем, и ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет, «Причисли меня к какой-либо левицкой должности, чтобы иметь пропитание». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...